Лисичанск и Первомайский уголь В целом на сегодняшний день дорога грузит 1215 среднесуточной погрузки углей, из них 517 энергетических. Это же недостаточное количество. Если взять нормальную работу дороги назад, то Донецкая дорога грузила порядка 3600-3650 вагонов углей, из них половина была энергетика. Поэтому сейчас руководством дороги, коллективом дороги восстановленный ряд узлов, это Ясиноватая, Иловайск, сейчас начались работы по Дебальцево фактически на сегодняшний день не электрифицированным, а путь восстановлен и готовы уже 4 состава западного управления Дебальцево сортировочное до Горловки, со стороны Ясиноватой до Байрака Горловки восстановлен электрифицированный ход. В мизельных объемах начинать работу можно. По Дебальцево сортировочно 1211 вагонов закрыто по станции, из них порядка 800 это угли. В целом по Дебальцево дирекции 3854 вагоны закрыто. Это есть проблема. Вагонов порожних у ТЛЦ мы ежедневно порядка 3800-4000 в сутки по дороге. В принципе для тех объемов, которые есть, это недостаточно. Самая большая проблема для нас это то, что закрыть Дебальцевский узел. Дебальцевский узел, Горловка, Никитовка, Непроезжие, это основные электроходные пути, по которым велась основная нагрузка. Сейчас те технические возможности, которые у нас есть, мы после летних событий, когда спад дороги был значительный, когда была проблема с контингентом, поэтапно смогли поднять уровень погрузки среди суточных. Если раньше, может быть, 90-130 в сентябре, октябрь 166-167, сейчас мы среди суточных подняли 179. И реально по картине, которая сейчас у нас сложилась на дороге, реальная картина, мы имеем возможность в этих условиях грузить среди суточных 230 при достаточном количестве ритмичной поставки дизельного топлива до 250. Среди суточного потребления дороги у нас порядка 100 тонн. Да, есть проблема неритмичной поставки. Поэтому динамика погрузки идет у нас колебательная. Основное, та нагрузка пошла на там, где угледобывающие, собираем мы, это на тепловозный ход. Благодаря и коллегам с южной дороги мы работаем двумя локомотивами. Метинвест выделяет свои локомотивы. Донецк Сталь помогает своими локомотивами безвозмездно с заправкой топлива с локомотивными бригадами. Решаем совместно всеми усилиями этот вопрос. Есть большие проблемы. Большие проблемы материально-технического обеспечения. По восстановлению контактных проводов. Здесь тоже пошли наши смежники к нам навстречу. Безвозмездно закупают нам большое количество контактного провода. Метинвест закупает дизельное топливо вместе с ДТЭК. По Донецк Сталь в меньших количествах, но помогают нам. Поэтому совместными усилиями мы реально вышли сейчас на 178 тысяч тонн среди суточной погрузки. Мы доходили уже когда рубеж в декабре 200 тысяч в сутки. Это реальная цифра на сегодняшний день. Я прекрасно понимаю, что 200 тысяч. И для того, чтобы энергетику, которая сейчас, я буквально вчера вечером с ДТЭКом перед совещением разговаривал, Метинвестом, он показал мне динамику по своим хозяйствам, по своим электростанциям. Там в пределах 7-8 и как на Улеворской грязь 10 суток остатки углей. Поэтому у нас сейчас по Должанской порядка полутора миллионов углей ДТЭКовских, 300 тысяч тонн Метинвестовских. Это до двух миллионов. Работы есть много. И еще раз повторюсь. Одна из проблем для нас это развязать Дебальцевский узел. Дебальцевский узел это снизу со стороны Должанки. У нас линия закрытых с Дебальцево-Чернохино-Фашевка. Дальше с той стороны снизу от Должанки до Фашевки, до Штыровки. У нас электроход все восстановлено. И структура готова работать при минимальных расходах на электротяге, не на дизельном. Есть большие повреждения инфраструктуры в плане контактной подвески. На сегодняшний день для того, чтобы нормально восстановить работу, нужно порядка 150 километров восстановить контактной подвески. Это контактного провода и порядка 60 километров несущая троса. Это значительные денежства, которых на сегодняшний день на дороге нет. Поэтому сейчас, я считаю, начинать нужно с маленького. Развязываем Дебальцевский узел в сторону Горловки-Байрака. Те 180 вагонов, которые на сегодняшний день остались по станции Углеворск и коротким путем с Углеворска на Светлодарск, пока нет технической возможности, не для нас. Железнодорожники готовы, но нужно решать вопросы сопредельных сторон. Поэтому ситуация, я еще раз повторю, что мы имеем возможность сейчас при достаточном количестве дизельного топлива, при наличии достаточного количества порожняка, порожных вагонов, выйти на 230-250 тысяч тонн среднесуточной погрузки. Это пока максимальная цифра, хотя в 2013 году это было порядка 400 тонн. Игорь Иванович, запитание для вас. Был попередний вопрос, Сергей Миколаевич нам не дал четкую картину. Скажите, пожалуйста, а сколько вагонов у вас застряло на территории ДНР или нет? И сколько из них залезничных, а сколько приватных? По Дебарцеву дирекции порядка 5800 вагонов. Я сколько залезничных, сколько приватных не могу сказать. 5 тысяч, 3600 помогут с углением. А в целом по дороге не помню. Наступное еще одно вопрос. Есть указ президента РНБО, постанова уряда, чтобы Донецкое руководство Донецкой дороги переехало в Красный Лиман. Почему не выполняете? Не выполняю то, что Донецкая дорога на сегодняшний день 54 тысячи человек. 27 тысяч находится на украинской территории, 25 тысяч на ЛНР, ДНР. Нельзя и руководство, и предприятие, и организации на сегодняшний момент это перенести на другую территорию невозможно. Если это будет сделано, просто часть Донецкой дороги будет парализованно, остановлено. Поэтому здесь нужно, я считаю, садиться, решать вопросы совместно, определять точки соприкосновения от всех, от размещения, потому что это семьи, квартирные вопросы, переселение, это половина дороги на одной стороне, половина на другой стороне. Поэтому я считаю, что просто нужно найти пути выхода, чтобы дорога осталась единым комплексом, работала слаженно, потому что если начнется деление, то есть угроза в том, что будет сбой работы железной дороги, это приведет сбой работы угольщиков, металлургов и все цепочки. Скажите мне, пожалуйста, а сейчас на территории, на украинской территории, станция отправления, кошти проплачивает предприятие. А как они ходят по Донецкой дороге? Куда они поступают? Они поступают в центральный сервер к залезнице, а потом пропорциональный тариф на руководство распределяется между всеми дорогами. И частина кошек идет до вас в Донецк, так? Зрозумево. А потом эти кошти вы, как Донецкая дорога, распределяете уже надалее. Ну, сегодня... А какие коэффициент отрахований у вас идет зараз? Ну... На Донецкую дорогу. Вот кошти поступило, сколько вам... Ну, если среднесуточная... Мы до 20 миллионов, то порядка 7 миллионов на Донецкую дорогу остается. Но этих денег впритык пока хватает выплатить заработную плату. Заработная плата... Мы вынуждены работать из-за снижения объема перевозок по 4-дневной рабочей неделе. Ушли с 29 числа до 15 января все в отпуске без содержания. Потому что фонд оплаты труда порядка 210 миллионов – это те суммы, которые мы на пределе по фонду оплаты труда. За электроэнергию нам нужно заплатить по декабрю месяцу 102 миллиона. За должность 30 миллионов по ноябрю месяцу – это за электроэнергию, в первую очередь, на тягу поездов. И за должность порядка 20 миллионов за газ, которые мы по ноябрю месяцу наши финансы не позволили платить. Это те обязательные платежи, которые нам нужны. Я не беру... Слово нет по зарплате этого? Пока нет, слава богу. Но мы обрезали максимально контингент, который явочный контингент, то есть оперативных служб, которые участвуют в производственном процессе, дежурная смена, эти все работают. Остальные максимально в отпусках без содержания. На сегодняшний день у нас 5300 человек вынуждены в простое работают, там, где узлы закрыты, люди не могут работать. Заплатили мы по ноябрю месяцу вынуждены в простое 7 миллионов гривен. В целом за вынуждение в простое уже дорога заплатила 53 миллиона. Это люди не работают, но согласно законодательства, две трети мы им платим. Какой механизм выплаты зарплаты отделением дороги, которые находятся на территории? Начисление производится на карточке, а там, где работают банкоматы, экспресс-банка, ощадбанка, люди находят возможность получать. Или же минимально, где есть билеты собираются, значит предприятиям в узлах выдаются, как в старые времена, по ведомости. Основная схема не меняется, основная схема начисленная на карточку, банкоматы, люди получают. А сколько вы проплатили за материальные и товарные ценности в листопаде, в жовтнем месяце, какие суммы? И сколько вы купили в местах, в Донецкой области, в материале? Ну, закупали, если таких цифр нету, закупали в основном для энергетиков, для путейцев, для того, чтобы восстанавливать инфраструктуру. Закупали, энергетики закупают, в Запорожье контактный провод закупали, закупали запчасти по Киеву, путейцы, не скажу. Контактный провод один завод, он монополист, который по Запорожью, который катает контактный провод. То есть, в основном уряду перевезли, чтобы руководство Донецкой дороги переехало в Красный Диман, а это не 25 тысяч людей перевезли в Красный Диман, а просто чтобы руководство переехало, открыло рахунки в банку на украинской территории, чтобы был полный контроль за деньги, вы считаете, что это невозможно? Это возможно, но на сегодняшний момент контроль осуществляется. Программа компьютерная единая. В Залезнице все наши до копейки платежи видят. Все поступления, все платежи до копейки, это все прозрачно. То, что до вас подойдет, то она видит. И от нас приходится, все под контролем. А как контролировать она может? Мы же видим... Не только из ваших слов. Нет. Программа компьютерная работает все. Все платежи, все программы работают. Считалось, в Украинских банках? Да. Куда? Да. Считалось, в Экспресс-банках у нас, в Экспресс-банках у нас, в Экспресс-банках у нас, в Экспресс-банках у всех банках. Это все прозрачно. Ярёвич, а вы сказали, что работа дороги может быть нормальной при условии переговоров в Котором. Вот мы ехали в поезде, я спросил у кого-то, в Залезнице, я не буду там никак подробностей. Я так понял, нет таких контактов. А вы находитесь в Донецке. Вот какую-то вы пытаетесь консолидирующую роль играть, или нет? Ну, у нас в управлении дороги находится и в Министерстве ДНР, через которое мы ежедневно все проблемы, которые пытаемся достучаться, проблем очень много. Когда достучаться, пусть они решают на... А куда вы стучите? У нас есть в управлении дороги сидит министр транспорта ДНР, Кузьменко Семенович. И через него пытаемся мы достучаться. Пусть, ну, поймите, поймите структура и специфика работы... То есть вы контактируете только с ДНР, вы с Залезницей эти проблемы не обсуждаете? Нет, с Залезницей мы ежедневно, это проблемы, да, с утра и до вечера. С Залезницей наши проблемы знают так же, как и мы знаем все эти. Но те проблемы, которые на территории возникают. Еще один вопрос. Ну вот вы сказали, что на определенных участках, там Горлоковы называли, но Дебальцева, понятно, вам сложнее. Вот Горловка, Байерак, там меньше проблем. Если, в итоге, работа может идти. А что этому мешает? Вот завтра пойдет вагон, он дойдет или его разграбят, остановят, порежут на металлолом, что с ним произойдет? Вы имеете ввиду... А если пойдет через Горлокову, на ту же самую Горловку, вот ему это самый близкий пункт? Ну, через Суглеворска. Он не будет разграблен, но для того, чтобы проехал через Горловку Горловск, нужно договоренности не моего уровня, по имени. Техническая, я сказал, что техническая возможность на сегодняшний день у нас есть. Мы восстановили путь с габарит, электроконтактный провод, в габарит, там, где были повреждения. Путь восстановили теплотягой, с Дебальцева мы до Горловки готовы сейчас работать. Из Горловки дальше уже электротяга на Ясиноватую, на Красном месте дальше вывозили. А почему через Ясиноватую ездить можно? Чем они отличаются? Через Горловку нельзя? Через Горловку взорваны мосты с Байрака на Никитовку, из Горловки до Никитовки. А это все-таки инфраструктура? Взорваны мосты, да. А где можно ехать? Нет, я говорю, из Дебальцева ехать до Байрака-Горловки, потом едем на Ясиноватую, дальше едем на Красном месте или Лозаулы. В целом 13 мостов было взорвано по дороге, которые мешают работать инфраструктуре. Часть мостов восстановились своими силами. Так, возможно, налагодится такой маршрут? Конечно. Ну, так что мешает? Мосты, мы переговорный процесс и восстановили инфраструктуру мостов. Мосты, давай-таки, здесь только что сказали маршрут, что, возможно, прокластили, чтобы еще... Из Дебальцева, Байрака-Горловка, Ясиноватая и Лозовая этот маршрут уже есть. Из Горловки до Ясиноватая и Лозовой электрифицированная, где затраты минимальные по топливу, по локомотиве. Единственная договоренность по сопредельным территориям. Это будет ближе, чем через Попасное? Конечно. На сколько это ближе? В два раза. Нет, но мы опять возвращаемся, это будет с Лозовой на Славянск, Славянск-Красный лиман и через Северс на Попасное. Это ближе будет километра на 300. На 30? 300, 300. Так, а что мешает? Мосты или... Договорю. Чекайте, чекайте, Юрий, пожалуйста, вы себе даете в Донечку, кошты отримывали, вы договорились, чтобы вы были спокойны, а чтобы маршруты шли с урочения, то вы договорились не можете. Юрий Иванович, дело в том, что буквально два дня назад мы восстановились с Дебальцев, когда я прошлой неделе провел совещание по Дебальцу, когда более-менее ситуация стала спокойной. Проблема любого восстановления любого региона – это наличие военных действий. Когда стабилизация есть по военным действиям, прошлую неделю проведено было расширено совещание в Дебальце со всеми руководителями, были представители саперов военные, наметили план действий. Изначально наметили путь из Дебальцев в сторону Горловки, потому что инфраструктура там более-менее восстановлена. В сторону Волчевска есть проблемы, в сторону Фачевки есть проблемы. Поэтому изначально для того, чтобы развязать Дебальцевский узел, направление было выбрано Байра-Горловка, дать поддержку дальнейшей, там, где работает инфраструктура. Поэтому прошли неделю саперы, просмотрели какие замечания, которые были два, потом третий путь, все свои вопросы подняли. После этого идут путейцы, энергетики, связисты, которые оценивают, насколько ущерб восстанавливает свою инфраструктуру, описывает свою. Поэтому пока энергетики еще не восстановили, путейцы восстановили чисто путь и дали возможность выехать тепловозной тягой из Дебальцевского узла в сторону Байрака и Горловки. Это буквально два дня назад исполняющий обязательный начальник дирекции дал, что мы в габарите сделали, имеется возможность. Подготовили по паркам четыре состава, ну, военные сказали, там, по 50 не дадим, по 25. Ну, четыре состава западного управления уже углей, подготовленных для отправления. Когда будет достойная договоренность с разрешением между сторонами. Мы готовы хоть сейчас. На каком уровне мают эти договоренности? Вы сказали, это не моя компетенция. Вы уявляете, какой это уровень договоренности, то кто это мает? В Дебальце есть координационный штаб. Все вопросы, которые проблемные, на которых есть представители ДНР, ЛНР, Украины, все вопросы, начальник дирекции передается туда, он передает по инстанции, они тогда вопросы... Юрий Иванович, еще одно вопрос. Вы знаете, что ведется вопрос, поднимается вопрос о разделении дороги, передачи Приднепровцы и Южной дороги. Ваше мнение? Я слышал об этом и знаю, было... Я еще раз повторю, что есть большое опасение, что если будет дорога разделена, то технический комплекс в целом, часть дороги будет парализована, а это повезет для значительных сбоев в работе и угольщиков, и металлургов, и химиков, всех, кто задействован. Потому что 50 на 50 дорога разделена по погрузке, почти такая же составляющая. Если Западный Донбасс, Красноармейский уголь, это угли газовой группы, то Должанская, равенки антрацит, сверло антрацит, то это антрациты больше. Юрий Иванович, но Вы, как специалист, понимаете, что это не важно, не нужно делать? Да, я говорю, это дорогу делить... А Вы знаете, в чем причина, почему поднимается вопрос о разделении Донецкой дороги? Ну, понятно, потому что сейчас находится под ЛНР, ДНР. В первую очередь, потому что дирекция Донецкой дороги не переезжала в Красный Лиман. Ну, переезд одной дороги... Ну, нет управления, нет уверенности, что есть достаточно управления Донецкой дороги. Поймите правильно, переезд управления дороги не решает вопрос. Остается еще инфраструктура та, которая остается на этой территории. А это и локомотивно, вгон, и все дистанции пути, гражданские сооружения, связи. Вы, Министерство, сидите в вашем помещении, вы случайно там по совместности не есть заступник? Нет, нет, нет. Не, ну, краще бы было контакты, да, краще было. Можно еще вопрос? А почему, я не знаю, почему не очень хорошо работает перегон Роя-Красноборовская-Ученкова? Какой? Роя-Красноборовская-Ученкова. Там заминирован, мы его летом, в сентябре, разминировали, но там стоят блокпосты, опять поставили фугас. И мы планировали, когда было нарушено движение между Донецкой и Авдеевкой, Авдеевкой и Синоватой, там постоянно было. Мы это фактически восстановили уже, он был не рабочий перегон. Мы его восстановили, но нахождение с одной, с другой стороны военных не дают нам... А там с двух сторон военные или только с одной стороны? С двух сторон военные стоят. И что, прямо-прямо на путях? На путях, на одном стоит блокпост, и мы, когда договоренность было убирали, вплоть до того, что когда начальник дистанции пути убрал, то на него были... В чей блокпост? В Красноборске. А? В Красноборске, да. В Красноборске, да. Это что же, это еще одна из дорог, говорим? Да, мы ее рассматривали, мы восстановили ее, путейцы прошли со стороны Красноармейска, со стороны отсюда, снизу, прошли и восстановили. А что нужно сделать, чтобы этот перегон сейчас заработал? Договоренности между военными. Что? Договоренности между военными. Право разрешили нам поехать, больше ничего. С между военными и с военными? Ну, с одной, с одной стороны военной, чтобы нам дали возможность выехать на этот перегон. Ильич, ну вот, по тем вопросам и ответам, которые вы отвечаете, ну, в общем-то, много ваших сил. А вы такое впечатление, ручки свесили и ждете, что кто-то за вас будет решать. Почему и поднимается вопрос, либо переносим Красный Лиман, либо разделение. Я тоже против всякого разделения. Донецкая дорога должна быть Донецкой дорогой. Но если вы так будете себя вести, она приедет до урока. Можно вопрос? Вы, пожалуйста. Таки представители, я мэр города Красный Лиман. Подруги, скажите, пожалуйста, 6 тысяч человек, работающих железнодорожником. Вы сегодня не дали полностью зарплату за декабрь месяц. Люди идут, сейчас не оплачивают работу с 28 по 18. Без единой копейки. Без единой копейки. Вот такое все у людей. Практически работы нет. Вы сказали, что горючее есть. На сегодняшний день в локомотивном декоре, я официально заявляю, 2,5 тонны дизельного топлива. Практически все стоит. Для того, чтобы сортировать вагон, надо на горку подать состав. А на горку нечем вывести на сегодняшний день. Полностью. Я разговариваю, разговариваю. Так все-таки я хотел бы знать, почему мы через Попасное не гоним уголь. Ведь люди просто будораживают людей. А почему вы решили, что мы не гоним через Попасное уголь? Почему вы решили, что мы не гоним? Почему мы не гоним? На улью горку поставим. Поставляем ежедневно. Вы решаете поставить ее 10 тысяч тонн в сутки? Порожняк и погрузка. Вся дорога может найти эти 10 тысяч вагонов и зарубой поставлять? 10 тысяч вагонов не нужно. Порожняка всего 3 800 на дороге. 150, 200 вагонов. Неужели вся дорога не может найти? Вы гоните оттуда. Вы все равно гоните через Красный Риман в ту зону вагоны. Это беспредметный разговор непрофессионала. Железная дорога планета. Еще раз говорю. Это беспредметный. Вы не понимаете... Люди остаются без ничего до сегодняшнего дня. 6 тысяч человек. А вы понимаете, что мы не остановили выплаты заработной платы? У нас уменьшился континент на 7 тысяч. Объемы... Если вы внимательно меня слушали, если год назад еще было 400 тысяч, то сейчас начинали мы с 90 тысяч, 130, 160. Сейчас у нас среди сутсия 178 тысяч. Это дает нам право только выплатить нам заработную плату. А то, что... Значит, надо ее просто проследить, где остаются деньги. Да не деньги, не деньги остаются. Наши счета... У вас было по сентябрю 40 выдачей. На сегодняшний день 35 выдачей осталось. Почему? Вы по какому... По какому узлу? Это один... Сейчас как раз наоборот выдачи увеличились. Мы заем... Я раз повторяю, вчера было 36 выдачей. Сегодня ночью мы сдали 20 поездов на Лозовую. Может, сегодня ночью. И вчера сдали больше 20 поездов на Лозовую. Поэтому если вы не переедете в Красный Риман, толку не будет. Никакого толку не будет. Нельзя ее двумя управлять. Хорошо. Вы управляете, кто управляет. Это толку не будет для здоровья. Можно у нас, вот так вот, из ответа. В чем сейчас основная проблема? Это не хватка тяги или не хватка порожних проблем? Ну, все-таки есть небольшая... Последнее время мы значительно больше получаем уже по регулировке вагонов. С дорогих дороги, с Южно-Принепровского, порядка до 300 вагонов. И есть большая проблема неритмичная поставка дизельного топлива. Для того, чтобы объяснить, мы заходим в Голливорскую Грессу. Мы заинтересованы. Голливорскую Грессу заходят за сутки 4, 3, 4, 5 до 6 составов. Отсюда выгрузился в Голливорскую Грессу. Мы берем порожняк, отвозим в Должанскую, откуда грузит ДТЭК. И оттуда на Принепровскую ТЭС отправляются уголь антрацитной группы. А сколько сейчас пропускают? Я еще раз. Просто поймите правильно. Участок... Однопуткий участок, который был заброшен, который нерабочий был в нормальное время. Сейчас мы восстановили своими силами при помощи угольщиков. Максимальная пропускная способность 11 пар поездов в сутки. При том, что там еще 3 пассажирских поезда ходят, пригородный поезд. Поэтому это максимальная нагрузка на участки с Родакова, Сентяновка до Попасной. Это участок. На терминологии железнодорожника деревянная дорога. Основной шел путь электрофицированный ход с Луганска, Родакова, Надебальцево. И дальше сюда, я уже сказал. Сколько вагонов послужит? Что-что? Вагонов послужит на сколько? Ну, посчитайте, если 10 на 50, то 500 вагонов. Но там грузит, сейчас Алчевск работает, 2-3, максимум 3 кокса в сутки. Грузит и Сельсянский уголь, Первомайский уголь грузит. Здесь порожники мы. И Краснодон уголь, и Должанка, Дарьевка. Отсюда вытаскивают поезда на... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...